доброе утро как ваши дела я вот сегодня пришла провести для вас гимнастику гимнастика будет сегодня утреннее сегодня праздничный день точнее в тот день когда вы будете смотреть эту гимнастику и делать ее день будет не праздничный а я ее записываю 23 февраля и продолжаю заниматься пришла сегодня в клуб в 7.30 а клуб оказывается работает с 8 ну вот так бывает ну ничего запишемся надеюсь что у вас отличное настроение надеюсь что даже если вы включили это видео впервые то вы действительно искренне хотите разомяться и сейчас мы этим займемся все проверяю микрофон все работает меня зовут екатерина и сегодня с вами мы будем делать функциональную тренировку почти полноценную целых 45 минут начните кивать головой все делаем по четыре раза сегодня повторяем кивок головой кивок головой наклон головы в сторону сегодня повторим все термины заодно я проснусь поворот головы в сторону да хорошо 4 3 2 1 полукруг головой с правого плеча на левое плечо так еще парочку один диагональное движение головой из правого угла в нижний левый правый верхний левый нижний правый верхний левый нижний правый верхний левый нижний и из левого угла верхнего в правый нижний угол так как ваши дела как ваше настроение началась ли весна скажите мне из будущего хорошо смещение шеи вперед называется протракция смещение шеи назад называется ретракция шеи вспоминаем 4 3 2 и 1 и делаем такой полукруг снизу наверх 3 2 1 и в обратную сторону 4 как будто бы сверху и загребаем шеи 2 и 1 отлично плечи тянем вверх и вниз и лопатка скользит по ребрам сзади 2 и 1 по одному плечу пожалуйста 4 3 отлично по одному одно вниз давим 2 наверх 1 хорошо оба из верхней точки вперед вниз и через верхнюю точку назад вниз 3 2 1 хорошо и по одному плечу 4 пары 3 2 и 1 вращение плечами вперед 4 3 хорошо 2 делаем большой круг один в обратную сторону следите за амплитудой движения не только сверху делаем движения усилия прикладываем и при движении вниз правое плечо вращайте вперед левое назад 3 2 хорошо да и в обратную сторону левое плечо вращайте вперед правое назад 3 2 1 хорошо внутрь и кнаружи делаем движение в кисти локти и плечевом суставе одновременно делаем пронацию и супинацию плечевого сустава руки в стороны 4 3 2 1 хорошо по одному руку тут одна рука внутрь и к наружу вторая рука внутрь и к наружу одна рука вторая рука хорошо обе кисти от себя и на себя отлично поговорить я сегодня с вами хотела руки перед собой пожалуйста внутрь и наружу поговорите с вами сегодня хотела о маркетинге и рекламе упражнений из фитнеса так на себя вот и вниз но сначала обычная вставка моя уже ставший обычный значит этот проект начался 1 января каждый день начиная с 1 января я записываю утреннюю гимнастику которая постепенно усложняется по координации по скорости по времени под нагрузкой по сложности движений выполняемых нами по объему движений каждый раз мы делаем плюс-минус одно и то же на некоторых тренировках я подробно объясняю технику на некоторых не подробно объясняя на некоторых не объясняю совсем какие-то тренировки мы посвящаем гибкости какие-то работы с ритмом уже в общем тренировки разные хоть и в своей одинаковости они простые и понятные просто со временем становится сложнее Сегодня у вас 9 марта, наверное, и это значит, руки назад за голову, что мы занимаемся уже 2,5 месяца, и среди вас есть люди, которые делают это ежедневно, не пропуская тренировки. Большое вам спасибо, вы большие молодцы. У вас все получается так, как и должно быть. Я уверена, что вы чувствуете прогресс, и ваше тело каждый день меняется. Для тех, кто занимается не каждый день, в любом случае вы молодцы, занимайтесь. Единственное, что не усердствуйте и повторяйте то, что у вас получается. И лучше идти по тренировкам подряд, несмотря на то, что вы занимаетесь через день, по расписанию лучше делать тренировки подряд, одну за одной. Если сегодня вы занимаетесь впервые, некоторые движения разминки вам кажутся непонятными, например, и дальше легче не станет. Ладони наверх, прямые руки в сторону. Это значит, что логичнее всего будет, во-первых, поставить лайк, подписаться и поставить колокольчик. Таким образом, в правом нижнем углу этот колокольчик ставится. Таким образом, я каждый день буду напоминать вам делать разминку. Будут приходить пуш-уведомления, что вам пора заниматься. А еще лучше зайти в плейлист, который называется «Зарядка», подняться наверх, долистать до января и начать тренироваться с самых азов, что в целом логичнее. Логичнее сделать сначала простенькое и потом постепенно усложнять. Вы очень быстро нас догоните. Вам не придется долго что-то соображать и мучиться. Там все подробно описано. Мы продолжаем вращение корпуса. Вращение корпуса у нас происходит в грудном отделе пока что. Стараемся сделать, сохраняя стабильность таза. В грудном отделе у нас изгиб назад. Напоминаю, изгибы шейное отдела – это лордоз. Изгиб внутрь-вперед. Изгиб назад – кифоз. Еще один лордоз у нас в пояснице. И кифоз в крестцово-копчиковом отделе. Отлично. Отлично. И начинаем ходить, выпрямляя руки. Так. Вперед и назад. Также информация для тренеров и инструкторов. Если вы просто занимаетесь и делаете разминки – супер! Я только рада, потому что знаю, что у тренера нет времени на себя часто. Особенно если вы зашиваетесь в тренировках. И это нормально. Вы зарабатываете деньги. Это ваша профессия. Тем не менее, тренеру нужно заниматься. Вы должны это понимать. Ваша работа статическая. Она требует сильного тела. Ну и в целом вас встречают по одежке и по тому, как вы выглядите. То есть, по тому, как вы здоровый человек или нет. Производите впечатление здорового человека или не производите. Так вот, что там про тренера. Если вы просто занимаетесь со мной, я вам тоже нравлюсь, как ваш коллега. Базара нет, пожалуйста. Но не используйте этот проект как учебный материал. Это не методическое пособие. Я в нем, например, не объясняю, почему именно такая последовательность выбрана. Я все объясняю на уровне клиентов. Физиологические уровни более сложные я не рассматриваю, потому что клиенту-новичку это не нужно. В дальнейшем, может быть, на следующий год я буду все это объяснять, но точно не в рамках этого проекта. Поэтому, если вам интересно заниматься, да. Если вы хотите спекрасть у меня какие-то упражнения, да, пожалуйста, я придумаю еще. Мне вообще не жалко. Но если вы хотите использовать целиком эту концепцию, я бы не советовала вам так делать, потому что, несмотря на ее универсализм, во-первых, она моя, это не совсем порядочно. А во-вторых, все равно, если вы до конца ее не понимаете, то лучше ее не брать, потому что люди все равно пропускают тренировку, люди все равно на нее не приходят. Когда люди работают с вами персонально, они задают другие вопросы. И я говорю еще раз, несмотря на универсализм, когда вы работаете персонально с человеком, он очень быстро освоит вот эту разминку. Ему не нужно будет ваше присутствие, то есть вы можете что-то более сложное с этим человеком разучить и сделать. А этим он может заниматься сам. Поэтому, если хотите визуально быстрого прогресса, вы можете ему просто посоветовать делать вот эти гимнастики каждый день, пожалуйста. Я на него, на этого клиента не буду претендовать, но все равно тренируйте его по другой чуть-чуть системе, более индивидуальной. И более такой рациональной относительно именно его тела, используя принцип специфичности тренировочного процесса. Все, вроде все сказала. И мы делаем наклоны туловища, разминаемся, продолжаем, спускаемся вниз от головы к ногам. Хорошо. И добавьте вращение наружу. Ну, так. Вчера у нас была такая тренировка, мы делали много упоров лежа, много планок, если хотите. Вот этот упор лежа на прямых руках, вот считается, что планка это упор в предплечье. Но мы пока что вообще ее не делаем, она нафиг не нужна, если честно. Из нее плохо делаются все остальные движения. То есть в основном это статика в планке, нахрена она. Поэтому мы пока что ее не разучивали. Мы пока что делаем с вами упор лежа, то есть это упор на прямых руках. И из него мы разучили отжимания, подтягивания коленей груди, Т-планку или Т-мост. Еще можно услышать такое название. Вот, вроде все сказала. Сегодня такая обычная тренировка с повторением всех движений. Так, а про то, что я натыкаюсь, что мне высовывает YouTube в рекомендациях. Это, конечно, вообще, во-первых, ну, помойка есть везде, надо понимать. Маркетинговая помойка есть везде, цыгане, вот эти инфо-цыгане, я не про ни в коем случае. Да, это просто вот так ужасно. Значит, вчера уже чищу зубы вечером. Подходит уже в 11 после того, как я отсняла это занятие. Для вас мы поставили его загружаться. И я стою, в ванну заходит слава. И просто с такой рожей, знаете, когда человек вот знает, что сейчас у меня зад разорвется на 8 журавлят. И он заходит и такой, типа, ухмыляется. Я говорю, что? И он мне показывает видео, где оно начинается с фразы, типа, топ-5 универсальных лучших упражнений для утра. Ну, я сразу начинаю просто дурнино орать, как раненая свинья просто бегать. Я говорю, убери это, я не хочу это слушать. Он говорит, ну почему, это же топ-5. И, короче, я говорю, ладно, включай. Он включает, и я говорю, открой канал, открываем канал. А там в шапке профиля написано, типа, мне 45 лет. Типа, что-то там, я мать каких-то там детей. Все, это все. То есть, человека себе, вот она, ну, там у нее блок, этот, ну, как бы там фитнес. Это фитнес. То есть, все, что делается там, в этом канале, это фитнес. То есть, да, это какой-то нерациональный, какой-то неоправданный никак фитнесу, кроме как коммерческий. Это какие-то семидневные марафоны, это похудение, какие-то диеты, там волшебные продукты, грейпфрут, сельдерей. Да, но давайте так, это фитнес, то есть, это попадает в мою профессию. То есть, она инструктор по фитнесу, или как там она себя называет, не знаю, тьютор, что там, коуч, как, ну, сколько названий у нашей великой должности. Так вот, и человек в шапке профиля, вместо того, чтобы, ну, написать, о чем этот канал, или там рассказать, ну, как сейчас модно, да, вот у меня вот не было такого у моего поколения. А вообще сейчас модно эти всякие свои бумажки, херашки выкладывать, там, типа, курс двухдневный, херпами кого, у черта с горы, кого-то закончил, и сразу, это мой диплом об образовании. Где это? Там даже этого нет. Мне 45 лет. Боже, это что, единственное, чем можно гордиться, блин, в жизни, что ты не умер в 30, или в 33, там, или в 27, какой-то у нас клуб есть. Вот. Ну, ладно, думаю, черт с ней. Открываем первое, значит, видео, и там вот это вот, лучшие упражнения для утра. Первое. Прыжки на двух ногах, ну, вы, наверное, знаете, и она называет это тряски. И, короче, это все происходит, типа, надо вот так стоять и трястись, когда этот, вот, и, значит, это что-то лимфодренажное, куда-то там еще, еще что-то. Я это смотрю. Второе упражнение, я что-то не запомнила. Ну, какое-то, видимо, тоже из этого разряда. Третье. Короче, там были вот эти, и там реально несколько раз за минуту было сказано, это лучшее из этого, это лучшее, это там самое лучшее, это то, что нужно. Во-первых, не бывает лучшего, ровно как и не бывает правильного. Есть более-менее обоснованные и универсальные методики, которые хорошо исследованы, которые на больших группах уже отработаны, последовательности движений, которые статистически наиболее вероятны по встречанию, как по встрече, по сталкиванию с ними в быту. То есть вот это есть, да, это можно обосновать, это можно аргументировать и тогда говорить, что. Внимание, важная информация. Ну, когда-нибудь, когда у меня появятся монтажеры вот этих видео, у меня будет появляться важное. Говорю важное. То есть опираясь на исследование, можно сделать вывод, что в быту человек современный чаще всего наклоняется, если мы говорим о функциональных движениях, и сидит. То есть будет логичным, говоря о том, что это лучшие упражнения и самые важные, будет логичным говорить, что да, лучше укреплять паттерн наклона и приседания. Также, да, далее человек там по статистике стоит, нам нужно хорошее положение стоя и хорошая ходьба там, да, для поддержания работы сердечно-сосудистой системы. Нам нужен там следующий набор движений, который тоже хорошо исследованно изучен. И тогда да, но когда человек говорит, это лучшее, это, во-первых, используя одновременно лимфодренаж, вообще слово лимфа неуместно использует. Дальше там какие-то для женского здоровья, что-то там куда-то опустилось влагалище, еще что-то. То есть там аудитория 200, больше там тысяч человек. И это неправда, то есть это обман, там какой-то еще там самомассаж какой-то волшебный, еще что-то. И это все под эгидой того, что это лучшее, правильное. Делайте три минуты в день, три минуты в день, не выпаду, нет, этого не будет. То есть, так, сейчас я постараюсь объяснить. Ну, понятно, для меня, допустим, языком. Возможно, для вас я не совсем еще понятна. Если вы смотрите меня недавно, может быть, вы вообще сейчас со мной не согласны. И это нормально. Это мнение, при котором можно остаться. Единственное, что я бы все-таки попросила вас не делать вот прям поспешных выводов. Порой бывает, что вы поначалу не согласны с человеком, потому что вы находитесь в каком-то заблуждении. Вот у меня часто так было. Я раньше верила в кинезиотейпирование очень сильно. И правда, я прям, ну, у меня все клиенты были заклеены и переклеены. И на самом деле, это очень хороший пример из моей тренерской деятельности, потому что ко мне так хорошо относились люди, которые у меня занимались, что они, даже не испытывая какого-то облегчения от кинезиотейпа, потому что это невозможно, они все равно говорили, да, да, Кать, нам помогает, хорошо, клей. То есть, все равно они поддерживали меня в этом. Единственное, что, конечно, когда я наткнулась на исследования, когда я наткнулась на специалистов, которые реально этим занимались, и это изучали, боже, как моя жопа не порвалась, я не знаю. Просто я так негодовала, я говорила, вы все придурки, вы ничего не понимаете, это помогает. Но потом реально, когда я почитала, собственно говоря, на физиологическом уровне, как это должно работать, и оно не работает, естественно, так, я думаю, блин, мне стало даже чуть-чуть неловко перед теми людьми, которых я считала какими-то неправильными дураками, и которые, по моему мнению, пытались меня отговорить от священного действия, заклеивания людей липкими тряпками. Так вот, если вы сейчас со мной не согласны, это нормально, ну, пройдет время, и вы со мной согласитесь. Так вот, сгибаем то одну ногу, то другую. Боже, опять этот пол. Сейчас, секунду, ребята, продолжайте, пожалуйста. Не существует полностью универсального метода. Существует плюс-минус подходящий метод всем. Вот, например, как мы сейчас занимаемся изучением чего-то. Такое изучение в фитнесе и в спорте называется подготовительный цикл. Что, вот, а вообще циклы все вместе называются периодизацией тренировочного процесса. Вот этот термин, периодизация, то есть деление тренировочного процесса на периоды. То есть, например, в жизни спортсмена существует период, где он отдыхает, восстановительный период. Потом останьтесь здесь, да, и разгибайте, и сгибайте ногу. Так, для тех, кто недавно пришел, это я рассказывала раньше, если у вас, допустим, дома паркет, и по нему скользят кроссовки, вы можете слегка смочить паркет водой, и кроссовки перестанут скользить. То есть, это универсальный способ избавиться от скольжения. Кроссовка. Еще один. Да, поднимаемся и делаем вытяжение передней поверхности бедра, ноги стоящие позади. Да. Один. Хорошо. И ставим пятку на пол, и делаем разгибание. Хорошо. И сгибание. Так, хорошо. Три. Да. Два. И один. Отлично. Развернитесь здесь. Выпрямляйте и сгибайте ногу. Так, дальше что я говорила? А про то, что, про периодизацию я начала говорить. Что на разном этапе тренировки, тренированности и тренировок совершенно разные упражнения являются важными, нужными и топом три. То есть, вот вы сейчас находитесь все, и мы, и я с вами вместе, в подготовительном цикле. Подготовительный цикл, какая на нем задача. То есть, задача подготовительного цикла состоит в том, чтобы дать вам библиотеку упражнений. То есть, снабдить вас информацией о том, что будет дальше использоваться в тренировочном процессе. Поэтому сейчас все наши тренировки имеют общий развивающий характер. И руки наверх, и вниз. У каждой тренировки нет никакой специфики. Они все более-менее обучающие или поддерживающие. Тренировки бывают разные. Про них мы позже будем говорить. Это гораздо сложнее, чем кажется. Вот сейчас все наши тренировки, здесь останьтесь, пожалуйста, соберите ноги, вернитесь. Отлично. Да, наклоны. Все наши тренировки носят общий развивающий характер. То есть, эти тренировки можно назвать ОФП, общей физической подготовкой. Или зарядкой, или разминкой, как я ее и называю. Или утренней гимнастикой. В общем, придумайте свое название, если хотите. Вы находитесь в подготовительном цикле. Сколько должен продолжаться подготовительный цикл? По статистике 2 или 3 месяца. То есть, если вообще с нуля человек, то ему нужно 3 месяца, чтобы освоить набор каких-то движений и прийти в состояние готовности тренироваться по часу без перерыва. То есть, здесь самое сложное, это на самом деле находиться под нагрузкой. Ладно там, что техника пока что не освоена еще до конца. Хотя я уверена, что некоторые движения вы уже делаете прекрасно, без сомнений. Руки вперед, большие пальцы наверх. Да, хорошо. Некоторые движения вы выполняете уже уверенно. Вот, например, наклон. То есть, мы уже точно его хорошо закрепили. Если вы из моего города, вы можете летом посмотреть. У меня проходят совершенно бесплатные тренировки на стадионе для любых желающих людей. Мы тренируемся по воскресеньям, когда у нас нет соревнований МАХи. Вот, и вы можете приходить и спокойно заниматься. Я делаю это, потому что считаю это правильным. Я считаю, что тренеры и инструкторы, они должны пропагандировать здоровый образ жизни, нести его за собой, своим примером показывать, как быть здоровым. Поэтому с удовольствием приглашаю вас на летние тренировки заодно. И проверим технику в стороны мизинца, в ладони назад заодно, и проверим технику освоенных вами движений. Так вот, подготовительный цикл у нас 2-3 месяца. И все это время считается правильным, когда человек не сильно напрягается. То есть, он работает по шкале от 1 до 10, где 10 – это очень интенсивный бег в горы, или игра в футбол, или вот что-то такое. То есть, он работает где-то на 3-4 балла нагрузки, то есть, совсем незначительное. Хорошо, на ноги так. Одна нога полностью на стопе, вторая нога на носке, на уровне пятки. Ноги, которая сейчас полностью расположена на полу. И мы работаем. Три. Да, поднимаемся и меняем ногу. Три-два-дет. И на этом у нас наклоны сейчас закончатся. Ать, ать, ать. Хорошо. Вставайте на одну ногу и начните немного раскачиваться. Делаем 4 небольшие. Мы приступаем к выполнению наклонов на одной ноге. Закончились у нас просто наклоны. Один. Хорошо, давай вторую. Здесь 4. Пока что небольшая амплитуда. Три. Еще. Два. И еще один. Пуньк. Руки через стороны. Наверх. Да, и делаем большой наклон. Четыре. После того, как у нас закончится с вами цикл подготовительный, у нас начнутся уже более развивающие тренировки. Например, первый цикл, который у нас начнется после подготовительного, это цикл силовой. Один. То есть мы будем развивать силу. Мы возьмем тренировки, которые уже изучили. Возьмем вес, какое-то сопротивление, снаряд. Это будут штанга и гантели. Мы будем в рамках домашних тренировок осваивать именно эти снаряды, потому что они легко доступны. Я вам покажу, как их можно купить. Очень-очень бюджетные варианты. И супер они подойдут. Руки в пол. Четыре. Хорошо. Еще. Три. Да. Два. Ага. Один. И мы будем развивать с вами силу. Целый месяц у нас будут силовые тренировки. Почему я начну именно с силы? Далеко не во всех видах спорта и далеко не всегда в фитнесе. Первый после подготовительного блока силовой. Но далеко не всегда, но так бывает. Когда это уместно? Еще сделаем один раз. Только на этот раз несимметричную тягу в наклоне. Здесь. Три. Два. Один. Хорошо. Это уместно как раз при работе с новичками. Потому что самые важные качества физические, которые нам нужны, это далеко не гибкость, ловкость и координация. Самые важные качества в любом возрасте для человека современного это выносливость и силы. Ну и их совокупность, силовая выносливость или мощность. Это быстрота реакции. Ну то есть вот такие качества физические нужно развивать. Поэтому первая наша часть – это часть силы. Мы со всем этим справимся. Я уже так делала сто раз. Не переживайте. Это будет очень интересно. Я уверена, что вы вдохновитесь этим. И ваше тело, руки на пол, существенно преобразится. Просто совершенно изменится. Вы будете в восторге. Клянусь. Это лучшее, что с вами когда-либо происходило. И мужчины, и женщины, которые регулярно практикуют силовой тренинг, они изумительно себя чувствуют. Силовой тренинг и истинный кардио тренинг великолепно влияют на гормональный фон, на настроение, на то, что человек просто в обществе даже начинает держаться иначе. Я вам обещаю. Сейчас вы не верите – проверите. Шаг назад. Да. Ваши мышцы укрепятся. Ваша спина, она станет совершенно по-другому себя чувствовать. Вы изменитесь. Причем изменитесь откровенно в лучшую сторону. Вы это заметите. Вы не сможете об этом молчать. Уверена. Поэтому мы начнем с силового цикла. В течение месяца мы будем ежедневно практиковать тренировки силовые. Единственное, что… Ну, как бы не ежедневно, потому что у нас каждая десятая тренировка – это гибкость. Я напоминаю на все еще. Вот. То есть у нас отдельно цикла гибкости не будет. Так. Остались внизу. Плавно вниз опускаемся. Плавно наверх. Да. И встаем. Так. И вспоминаем, что кто еще до сих пор не получается от сжимания, ставим ноги широко и руки широко. То есть движение такое. Раз, два. Ноги широко сначала, руки широко. И плавно-плавно опускаемся вниз. Да. И вверх. Хорошо. Собираем руки. Собираем ноги. Да. И чтобы это вас не пугало и не расстраивало, у вас впереди еще… Так. Ноги широко, руки широко. И плавно вниз. Да. И вверх. Собираем руки, собираем ноги. Это не должно вас расстраивать, потому что, во-первых, у вас впереди еще 20 минимум тренировок. Так. Вниз. Вверх. Встаем. Раз, два, три, четыре. Да. И встаем. Хорошо. И останьтесь внизу. Давайте сделаем там четыре отжимания. Опускаемся вниз и делаем четыре. Да. А когда мы закончим вот этот подготовительный цикл, вы уже сами будете готовы к тому, чтобы начать делать силовые упражнения. Но вы тоже сильно не переживайте. Я не буду торопить события. У нас 30 силовых тренировок впереди. Я за них буду очень плавно рассказывать. Мы будем делать всего по одному силовому упражнению за тренировку. То есть разминки, встаем, останутся теми же самыми. Давайте сделаем еще четыре отжимания, пожалуйста. То есть все суставная гимнастика, тренировки гибкости, они сохранятся, никуда не денутся. Вот мы просто будем постепенно, постепенно наращивать силу. Потом вслед за силой мы будем заниматься с вами аэробикой, то есть выносливостью. Я вам расскажу все шаги аэробики. Ну там куча всего будет, поэтому не пропустите. Итак, продолжаем работать, делаем шаги назад, пока что выпады назад. Да. Три и четыре. И вперед шагаем. Четыре. Да. Три и два и один. Хорошо. И плавно назад. Четыре. Да. Помните, в начале февраля вы не умели еще. Ну нет, может быть вы умели, но мы не делали выпады делать. И вспомните, пожалуйста, я вас, ну просто так, чтобы вы чуть-чуть поностальгировали об этих временах, как себя чувствовали ваши ноги после того, как мы несколько занятий подряд посвятили выпадам. Вспомните, как вы себя ощущали. И сравните тяга с собой нынешним. Вы вообще совершенно другой человек. Вот. Это я вам рассказала все, чтобы обосновать свое негодование по поводу фразы универсальные, лучшие, топовые упражнения. Дальше. В каждом периоде, да, есть свои упражнения, которые будут топовыми. Важно также понимать, что не бывает лучших упражнений для ягодиц. И правильно говорить, это я обращаюсь ко всем тем, кто сейчас будет вот это вот все репостить и говорить, какая-то вонючая девка из интернета меня унижает. Правильно говорить не ягодиц, а ягодиц. Вот, теперь можете репостить. Значит, не бывает лучших упражнений для ягодиц. Не бывает лучшего упражнения для ног. Это само по себе неправильно так говорить. Все упражнения хороши. У каждого задания своя цель. Лишь бы она была, даже если она сомнительная, но окей, это нормально. Лишь бы человек мог обосновать выбор. Не бывает лучших. Бывают упражнения локальные, бывают упражнения региональные, бывают глобальные. Все. Лучших и худших не бывает. Ровно как и не бывает опасных и не опасных. Не бывает полезных и бесполезных. Бывают уродские. Это да. Так, покрутились прямо обратно. Наклоны. Выпад назад и наклон. Вот уродские задания, да, бывают. Это я согласна. Я порой смотрю, городьбу какую-нибудь нагородит, какую-то херню делает. Там вот такая вот мышца работает. Реально хочется подойти, спросить, на кой ляд ты это все вокруг себя собрал, если это можно было сделать более элегантным способом. И вообще избежать вот этой всей городьбы. Но это ладно. Но и то, это упражнение не вредное. Просто дурацкое. И в обратную сторону. Раз. Вот так вот. Еще. Так. Вот. Про. Так, ну это все, собственно говоря, наверное, рассказала. Больше, наверное, нечего мне рассказать. Что еще можно встретить дурацкого вот в этом подходе? Раз. Веру в какую-то одну методику. Особенно, если она авторская. Это вообще точно должно наводить вас на странные мысли. Особенно, если вам инструктор рассказывает, как он там был в какой-то деревне, у какого-то шамана, ясновидца, провидца, лекаря, знахаря, который вот точно знает, что конкретно вот эта трава вот точно вам поможет. Вот это я бы прям сразу бы перестала доверять. Потому что человек, у него должен быть очень широкий спектр компетенций. То есть вот он, чем больше тренер знает, вот он крутился, например, во всем подряд, но выбрал для себя что-то одно. Он тогда никогда не скажет, что есть какая-то супер уникальная методика, которая всем подходит и, ну как бы, необоснованно. И вот она одна, и там вот три движения, которые надо делать каждый день. Ну, нет. То есть просто можно уже там через несколько лет развития в профессии, можно сказать, да, я знаю много методик, но какие-то мне не подходят. Они для меня там недостаточно аргументированы, я там им не доверяю, например. Или там, да, я был на этом обучении, я понял, что это не мое. Я, например, так могу сказать, ну мы с Елизаветой Александровной тут солидарны. Я могу так, например, сказать про концепцию пилатес. Она мне не подходит, потому что она с точки зрения тренинга, она не удовлетворяет основным пяти тренировочным принципам. То есть шестой мы не берем, да, принцип индивидуальности, например, тренировочного процесса, потому что как только тренировка становится персональной, она сразу становится, сразу начинает удовлетворять принципы индивидуальности. Но всем остальным принципам он не удовлетворяет. А когда я не могу найти ответ себе на вопрос, я перестаю в это верить. Вот. Оно так и получилось. То есть я не против, люди этим занимаются, людям это нравится, и я никогда не говорю, нет, туда не ходите, это вредно. Мне даже в голову такое не приходит, потому что я понимаю, что это никак. Особенно если в этом нет системы, то есть особенно если человек это делает раз в неделю или и того режет, то вообще, что об этом думать, нет никакого смысла, потому что никакого эффекта явно нет, какой тренировки не будет. Но это не значит, что я буду там у себя на канале говорить, нет, откажитесь от этого, это плохо, делайте только мои упражнения. Боже, какая чушь, конечно же, нет. Любые упражнения делайте, которые вам нравятся, которые с вашей точки зрения доставляют вам удовольствие. Вы чувствуете удовлетворение после тренировки или чувствуете себя лучше. Вот, например, мне девочка рассказывала, она говорит, вот я прихожу, говорит, на тренировки гибкости, на растяжку, и я потом себя чувствую лучше, то есть я понимаю, что полезнее для меня силовые тренировки, кардио тренировки, но после тренировки по растяжке я себя чувствую хорошо. Отлично? Отлично. Да, здесь. Постойте. Отлично. Хорошо. Три. Вниз. Вниз. Да. Два. Три. Хорошо. Врез. Да. Два. Три. И в следующий раз будем здесь скручивание делать на ногу, которая у вас согнута. Вот. Ровно как и опасные и безопасные упражнения. Помните, когда-то давно, типа месяц, наверное, назад, я вам начала рассказывать про нейтральное положение тела. И тогда все занятие я вам говорила про опасность и безопасность, и почему существует техника упражнений в тренажерном зале. Я вам это объясняла. Давайте я повторю это еще раз. Я думаю, это не будет лишним. Существует какая-то установленная техника работы с упражнениями в тренажерном зале, в групповых программах, в любительском спорте, которая является наименее травмоопасной. Для чего это делается? Ноги пошире. Вот вчера время вообще как будто остановилось, а сегодня я ничего не уступиваю. Неужели дело в том, что я вчера работала под музыку? Локти. Четыре. Существует техника, которая не может нанести вред. Вот мы сейчас с вами делаем упражнения, которые должны вас подготовить к силовому тренингу. То есть мы максимально убираем весь травматизм. Я вас учу работать во всех возможных плоскостях, с каждым суставом непрерывно, в течение длительного времени. Мы задействуем вообще все мышцы, которые можно задействовать. Так или иначе, интегрируем мышцы между собой. То есть мы развиваем последовательно все качества тела, постепенно, потихонечку их улучшая. И существует понятие исходного положения тела. То есть у нас оно называется нейтральное положение тела. Или в каких-то других концепциях оно называется нейтральное выравнивание. Это такое положение тела, которое максимально приближено к симметричному и анатомически верному. Ну то есть к идеальному. Оно вас туда приближает, чтобы из этого положения вы делали максимально безопасное движение для вас. То есть чем спортсмен круче, тем меньше хлопот с техникой. Потому что уже все меньше и меньше движений может нанести ему урон. Но когда человек новичок, для него существует ряд ограничений. Проблема в том, что у большинства фитнес-блогеров, которые успели хорошо с точки зрения… Здравствуйте, у меня занятие здесь. С точки зрения маркетинга хорошо развиться, но не успели, к сожалению, развиться с точки зрения компетенции. Они считают, что все кругом новички, как они сами. Увы, это ужасно звучит, но так и есть. То есть когда ты сам новичок в фитнесе, в спорте, когда у тебя нет ничего, ни спортивного прошлого, ни образования, хоть как-то маломальски связано с чем-либо, тебе кажется, что все вокруг представляет опасность. Потому что ты сам знаешь очень мало движений. Это правда, это правда, так и есть. То есть действительно, вот я вам приведу отличный пример. Люди, которые говорят, что приседать нужно вот так. Посмотрите на меня. Вот так. А еще они так вот делают. Ну, дерьмо. Не важно. Это пауза была на рекламе. Короче, они говорят, нельзя сгибать колени больше прямого угла. Это опасно. Это не опасно. Просто не каждое тело это умеет делать. То есть если прийти к этому постепенно, если этому научить человека, если человек захочет этому учиться, то никакой опасности это не представляет для коленного состава. Он создан для того, чтобы сгибаться. Ну и разгибаться. Останьте здесь. Или знаете, как говорят, не разгибайте колени до конца. Колени мягкие. Ну вот это вообще просто лишенный смысла бред. Но он тоже делается, чтобы обезопасить новичка. Новичка. Вот даже вас сейчас, кто занимается 2,5 месяца, уже нельзя назвать новичок. Вы уже человек с тренировочным опытом в 60 тренировок. В 70, в 70 тренировок. То есть вы уже тренированный человек. Вам уже можно больше, чем вот эти ограничивающие факторы. Единственное, просто нас по диагонали тянет. Нас разделяет камера телефона, поэтому я не всегда контролирую технику вашего движения. Поэтому не могу сказать уж прям точно про каждого, способны ли вы делать там какие-то более крутые движения. Поэтому мы все будем чуть-чуть оттягивать. То есть если, например, подготовительный цикл можно было запихнуть в 2 месяца, мы запихнем его в 3. То есть люди, которые будут присоединяться позже, они просто будут делать 90 подготовительных тренировок. Возможно, для кого-то это займет год. Это нормально. Люди, которые будут там чаще заниматься, они быстрее закончат. Если бы мы с вами, давайте снова параллельно поподтягиваем, занимались персонально, то, конечно, подготовительный цикл у меня обычно занимает 15 тренировок. То есть я об этом даже рассказываю. Как-то у меня есть, по-моему, даже большой вебинар трехчасовой, кажется. Ой, я не уверена. Но, по-моему, есть. И вы можете к нему, по-моему, его даже послушать. Я там рассказываю, как выстраивать тренировки для новичка. Вот эти первые 15 персонально. То есть можно человека, конечно, в более короткие сроки научить, если рядом с ним стоять. И желательно, прямо не отходя от него. А до тех пор, пока человек считается новичком, для него существуют ограничения технические. Ну, а, кстати, вот, знаете, вот эти согнутые бесконечно колени, вот эта вся ерунда, конечно, в фитнесе такого нет. Это из интернета тема. Ну, или из какого-то там старообрядческого фитнеса шаги в стороны начинаем делать. Вот. То же самое там, да, с этим, с постоянно втянутым животом, с диафрагмой, с каким-то там, с подтягиванием таза во дна. Это, короче, такая тема. Она, я еще когда молоденькая была, совсем мне было мало лет, я тогда вообще не понимала, что такое дыно тазовое. Вот. И тогда это было модно. Но это было прям лет, получается, 15 назад. И сейчас снова это модно. Там запихивать себе в вагину различные предметы и удерживать их. Или там мальчишки привязывают себе тоже к гениталиям различные предметы, носят их на тренировках. Это классно, конечно, если вам это нравится. Как бы это не совсем фитнес, но это тоже его часть. То есть заниматься только этим для поддержания здоровья, этого недостаточно, потому что как минимум выносливость не развивается кардиореспираторно. То есть это и гибкость общая. Нужно это учитывать. Вот. Ну и плюс я сомневаюсь, что когда вы несете пакет огромный из магазина, вам нужна именно сила ваших яиц или вагины. Ну как-то мне кажется, что все-таки важнее здесь чуть-чуть руки и ноги. Но ничего против не имею. Имею против только если настаивают на этой концепции, как на единственно верной. Тогда да. Вот. И в моей, когда я еще была очень-очень молодым инструктором, это тоже было современно модно, но очень быстро потеряла популярность, потому что, во-первых, невозможно это оценить, этот эффект. Во-вторых, если ситуация действительно требующая вмешательства медицинского, то упражнениями она не решится. О боже! Что-то я с вами-то занимаюсь, но я же еще помимо вас занимаюсь. И я чувствую, как моя физическая форма меняется. Да, я начинаю разваливаться. Опля. Хорошо, в обратную сторону поделаем. Отлично. Да, прекрасно. Еще. Вот. Также были концепции, я вам там рассказывала, да, спорные направления, типа там бодифлекса и всяких разных таких тонких течений. Вот сейчас, например, слава богу, теряет популярность, но вот там год назад было очень популярно. На гвоздях все начали стоять, и прямо это форсилось везде, и прямо люди там чувствовали какой-то невероятный оздоровительный эффект. Хотя, конечно, понятно, что на уровне физиологии этого просто не может быть. То есть никакие химические процессы не могут как-то перестраиваться и работать. Единственное, что происходит, это происходит естественная реакция организма на боль. Ну вот как во время родов, то есть ряд гормональных процессов, которые происходят в организме, который испытывает боль высокобальную, он другой. Ну и здесь, естественно, это тоже происходит, но как бы вот когда мужчины этому удивляются, это ладно. Но когда женщины этому удивляются, это очень странно, как будто бы у них ни разу в месячный живот не болел так, что потом, когда он проходит, ты чувствуешь какой-то, правил, катарсис невероятный, что это закончилось наконец-то. Ну, для меня странно, может быть. Может быть, я просто ужасный человек, который ни во что не верит. Да, и как бы концепции не классического фитнеса очень много, даже больше, чем хотелось бы, наверное. Опа, 4, так, 3, еще, 2 и 1, отлично. И скрещены, 4, хорошо, 3, отлично, 2 и 1, отлично. Ну, давайте вторую, 4. Вот, например, про тренировочный эффект. Лучше всего тренировочный эффект просматривается на выполнении движений, связанных с балансом и координацией, потому что все остальное нужно оценивать при помощи системы тестов. А здесь прямо можно понять, мы будем отшагивать в Т-планку. Так можно прямо понять, я раньше не мог стоять на одной ноге, а сейчас могу. Вот и весь тренировочный эффект. Поэтому каждый ваш комментарий, когда вы пишете, что у вас что-то начинает получаться, или там вы чувствуете что-то, для меня очень приятно. Спасибо, что находите время писать. Конечно, особенно, но самые такие комментарии, которые прямо у меня сердце начинает биться чаще, когда вы пишете, что эти тренировки действительно меняют ваш жизненный уклад, то есть у вас появляется расписание, появляется важность этого тренировочного процесса, боковое сгибание. Для меня это очень важно, значимо, потому что я себе задачу на год поставила, заставить хотя бы пять новых людей заниматься, вдохновить их на фитнес и изменить их жизнь в лучшую сторону. Мне на самом деле уж прям не надо много. Конечно, мне хочется, чтобы вся страна вместе со мной утром делала гимнастику, но это потом. Вот. А сейчас хочется... Хорошо. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Трясите ногами, руками, всем на свете. Так, ну что, давайте быстро по тезисам. Не существует универсального ряда упражнений. Вообще не бывает упражнений как-то более полезных, менее полезных, вредных, невредных, правильных и неправильных. Все очень индивидуально, но существует ряд универсальных методов создания тренировочного процесса, который уже хорошо изучен и который подходит всем. Так, например, в подготовительном цикле человек обучается делать ряд движений, которые в дальнейшем ему пригодятся в следующих циклах. То, чем мы с вами занимаемся сейчас. Запомните, все организмы разные, все люди разные, не бывает двух одинаковых людей. Люди разные и сложные, а тренировки должны быть одинаковыми и простыми. И это самый лучший тренировочный эффект. Каждый раз, когда вы осознанно выполняете движение, говорите себе об этом. О, супер, я это освоил, теперь я это понимаю. И даже могу кому-то рассказать технику. То есть я настолько уверен в выполнении этого движения, что, кажется, могу его объяснить. С вами был ваш маленький и самый любимый на свете тренер в телефоне, или, как говорит Слава, не такой уж и маленький в телевизоре, Катечка. И до встречи завтра. Завтра тоже будем тренироваться и делать всякое такое. Куда нажать? Господи, почему все время забываем?